Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и добро пожаловать на свопа агро. Продолжаем проходить нашу карьеру в игре Farming Simulator 19 на этой замечательной карте. И чем мы будем сегодня заниматься? Во-первых, нам нужно продолжить обустраивать нашу замечательную базу. Я ее пока что не покупал, но, кстати, надо будет купить, потому что хранилища нам нужны теперь. Но надо сюда поставить, в общем-то, керхеры, автомастерскую и еще кое-что. Также, друзья, у нас есть поле, которое мы убрали в прошлой серии, а потом еще и на стриме его убрали, кстати. Потому что пришлось немножко заново карьеру начать. Короче, нужно его засеять, подготовить к посеву и засеять. То бишь, посыпать его полностью известью, удобрить, вспахать, а еще раз удобрить, засеять. В общем-то, здесь работы много. Слава богу, поле не самое большое пока что у нас. Ну и плюс, друзья, нам нужно закончить контракты. Я тут на стриме пару штук взял, на ролике про моды один взял для примера. Плюс еще вот на удобрение пару штук выполнил за кадром, пока траву ворошил. На девятом поле есть сбор урожая. Девятое поле картошечка. А поле-то падло здоровое. В топку я на это не куплюсь больше. Короче, надо закончить все эти контракты. Некоторые из них уже начали сделаться. Например, на пятнадцатом поле мы на стриме взяли контракт. Здесь у нас задача была покосить траву, переворошить ее в сено и затюковать все это дело. Собственно, уже я переворошил, переворошил я все это нахрен вручную. Потому что на этой карте, короче, трава не совсем стандартная. Помните, у меня в 17 ферме тоже, когда я решил затариться сено, у меня ворошилка не справлялась. Так вот, весь косяк не в том, что там волки были здоровы и ворошилка не могла с ними справиться. Косяк именно в самой траве. Она здесь не стандартная, разработчики типа красивую травку решили сделать. Короче, она ворошится только в одну сторону, если ехать. В общем-то, я вручную все это по-быстрому поделал. Так что нужно сегодня взять вот этот вот трактор, собрать это все дело в волки, затюковать и отвезти эти тюки. Также, друзья, я взял контракт на хлопочек и уже даже начал немножко делать. В общем-то, это дело тоже надо будет нам продолжить. А также я взял контракт на двадцать девятое поле. Здесь уже даже волки есть. Здесь это все нужно дело затюковать и обернуть пленкой в силос. Техника, кстати, которая дается для выполнения этого контракта, мне не очень нравится. Она стоит около магазина, я ее даже сюда... ладно. Вот эта техника, которую нам дали. То есть, квадратные тюки прямоугольные. И вручную все это обернуть пленкой. Вот это по курсплею сделать будет геморройно. Поэтому, что я предлагаю? А предлагаю я взять в аренду вот этот замечательный тюковщик, который будет сам все тюковать, сразу обертывать пленкой и будет работать прекрасно по курсплею. Поэтому давайте-ка сразу, наверное, его и арендуем. И плюс, друзья, я поставил зилпак. Постоял я его в первую очередь, потому что сейчас нужна техника для перевозки. Она, скажем так, дешевая и можно, конечно, поставить какой-нибудь, я не знаю, мана дешевого. Или самому сделать его дешевым. Но это неинтересно. Поэтому давайте, наверное, купим зил. Пускай он будет стандартного синего цвета. Он же должен быть... Я не знаю, что меняет вот этот вот дизайн. Что-нибудь вообще меняется? Ага, номера добавляются. Я так понял. Просто разные номера. Ну, в принципе, идея хорошая, чтобы не были все одинаковые. Можно широкие шины впендюрить. Эй, нормально. В общем-то, давайте купим его. А также купим вот такой вот прицепчик. Он у нас с автопогрузкой для тюков, для всякой фигни. Во. Только надо сделать так, чтобы он с платформой был. Тоже дизайн, тоже различные номера. Отлично. Хорошо, пускай так будет. Цвет пускай остается стандартный. Мне, в принципе, нравится. Зил должен быть голубеньким. Я не знаю, меня ассоциируется именно с этим делом. Короче, берем его. И, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к русской технике на этой карте. Я вообще небольшой любитель. Но для старта, в принципе, может быть и можно как-то что-то поставить. Попробуем. Только, если вы против, пожалуйста, тоже об этом напишите. Если вам это дело не нравится и смотреть на это вы не хотите. Потому что напишет один человек, что да, давай русскую. И все. И будет потом остальные все страдать. Ну ладно, это все такое. Только что-то он какой-то не такой голубенький, как вот мне нравится. Ну ладно, пофиг. Сработает. Ну и тюковщик, соответственно. В общем-то, друзья, давайте начинать работать, что ли. Первое, что нам нужно сделать, это посыпать известью наше поле. Для этого мы будем использовать вот эту нашу удобрялку и трактор. Давайте вот, в принципе, вот этот. Почему бы и нет. Тут в тракторе немножко осталось удобрений. Их вроде как можно же... Да, их можно разгрузить. Вот таким вот образом. Чтобы он наполнялся известью. И я, кстати, не помню, остался ли у нас маршрут на пополнение с нашего поля. Потому что я начинал новую карьеру и переписывал. В общем-то, маршруты эти все стер. Я не помню, записывал ли я новый. А его, кстати, у нас и нет. Только вот на пекарню. И это потом расскажу, что за он. Поэтому надо заново записать маршрутик на... В общем-то, на базу через все наше... Это... Через всю базу, в общем-то. На выгрузку, на пополнение. Поэтому нажимаем на кнопочку начать запись маршрута. И поехали на базу. Прерываем запись маршрута и сохраняем его точно так же, как и в прошлый раз в поле 07 база. Да, я ж не сказал, наверное. Короче, почему начали новую карьеру? Вышел для игры патч. Мини-патч такой. Точнее, не для игры, а для карты. Теперь хранилища привязываются к участкам. То есть, если у нас хранилище, точнее участок не куплен, то хранилище, которое на нем стоит, мы им пользоваться не можем. В общем-то, разрабы просто забыли это сделать сразу. И мне, получается, выслали версию, которая еще без этой фигни. Косяк был в том, что пришлось начинать новую карьеру. Хотя, как потом мне на стриме писали, что не обязательно это было делать. Можно было это просто немножко подправить. Но уже было поздно. Так что у нас, кстати, теперь нет хранилища. И да, я продал эти бобы, которые мы отсюда убрали. Там 60 тысяч получилось с них. Вот. В общем-то, то, что мы записали, можем сбрасывать. И поехали тогда генерировать маршрут на разбрасывание извести. Ставим, в общем-то, удобрение и посев. И ставим забирать извести. Автоматически поставилось. Отлично. Генерируем, в общем-то, маршрут. 30 метров нам показывает. Но, блин, я что-то помню такой момент, что известь и удобрение разбрасываются-то с разной шириной. Ну, ладно. 30 метров, значит 30 метров. Генерируем, в общем-то, стандартный маршрутик. По кругу, как обычно, это он получается два раза может здесь проехать. Ну, ладно, хрен с ним. Ну, и, конечно же, добавляем туда поле 07 база. Вот я что неправильно сделал, то, что я, когда записывал маршрут, не наполнил извести немного. Вот это я прям плохо придумал. Ну, ладно. Хрен с ним. Давайте со стартовой точки, в общем-то, его запускаем. И должен он работать нормально. А, ну да, он же сначала заправляться поедет. Ну, ладно. Оставляем его, в общем-то, на его совести. Перемещаемся тогда на 15-е поле. Нам нужно волки все это дело сгрузить. У нас тут есть трактор, который нам дали в аренду, скажем так, на выполнение этого контракта. Поэтому давайте-ка цепанем сюда волковую жатку. И сгенерируем, в принципе, маршрутик. Три прохода у него будет по кругу и потом туда-сюда, обратно. Я думаю, это будет нормально. Так я случайно не в ту сторону это сделал. Ладно уже, развернемся просто. Давай, друг, со стартовой точки, у тебя должно все прекрасно получиться. Я в тебя верю. Вот в такие вот волки, в общем-то, он сейчас будет все это дело собирать. И замечательно. У него должно все получиться. Там, правда, есть косяк с горами этого самого сена. Но я думаю, он как-нибудь справится. Потом по этому же самому маршруту мы запустим тюковщика. Тем временем, кстати, наша Вальтра уже приехала на базу пополниться известью. И давайте-ка проконтролируем все это дело. Он даже сразу увидел, что здесь у нас известь. Открыл крышку и пошла она, родимая. Слава богу, известь не так дорого стоит. Всего лишь 3000 мы заплатили за вот этот вот весь кузов удобрения. Я для контрактов покупал. Я за него 30 косарей отдал. Правда, заработали мы, конечно, намного больше. Мы-то их полностью окупили. Вообще, контракты на удобрения, это самый топчик. Сейчас, друзья, мы возвращаемся на 29-е поле. Здесь у нас уже волки есть. И поедем, в общем-то, заберем тюковщика, который мы специально арендовали дополнительную технику для того, чтобы контракт выполнять. Где это видано вообще? Ну ладно, в общем-то, не суть важно. Поехали за тюковщиком. О, кстати, вот этой дороги раньше не было. Ее специально, по ходу, проложили, чтобы можно было покороче ездить. А то, типа, все срезали. Прикольно. Вообще, с учетом того, что в игре теперь есть терраформинг. Так, что это за лаги? А ну-ка, не надо лагов. С учетом того, что теперь в игре есть терраформинг, то вообще можно эти дороги строить где хочешь. И, в принципе, я думаю, поразвлекаемся когда-нибудь с этим. Теперь, друзья, у нас есть хороший такой вопрос. Как же пустить трактор по курсплею именно по этим волкам? В принципе, есть два способа. Даже три. Если же мы делаем это все в одной игре, мы можем просто после трактора, который все это волковал, по тому же самому маршруту все это дело запустить. Если же другим трактором делаем, скопировать маршрут. Если же вы перезашли в игру и этот маршрут сбросился, то тут тоже есть два варианта. Во-первых, вы предварительно могли этот маршрут сохранить, как я это сделал. Вот я его даже никак не обзывал, потому что он на один раз. Я его теперь загружу. Вот он по этому полю. Да, я с другого конца начинал почему-то. Ну, а если вы не сохранили маршрут, то просто подъезжайте к стартовой точке, где вы это делали, и генерируйте такой же маршрут просто на тюковщика. Меняйте ширину на ширину волковой жатки, и все будет прекрасно работать. Давай, друг, со стартовой точки вперед. У тебя должно получиться. Хрен у него что получится, стоит перегон техники. Ну-ка, давай-ка. О, пошел травку собирать. Все, в принципе, хорошо. Оставляет он некоторое количество травы почему-то. Волки слишком большие, да? Это на самом деле не очень хорошо, поскольку можем мы остаться без контракта. Что он очень много ее пропускает. Может, мало тюков оказаться в итоге. Ну, ладно, потом соберем, посмотрим. Если что, потом что-нибудь придумаем. Возвращаемся обратно мы на наше поле, и видим, что да, по ширине 30 метров это зараза удобрялка, а известь он разбрасывает немножко с меньшей шириной разброса. Ну-ка, давайте-ка прервем это все дело. Сгенерируем маршрут, и вот, он даже здесь уже предлагает 18 метров. Ребята, я помню, что я на этом уже один раз прокололся. Генерируем, в общем-то, маршрут заново. Он теперь будет немножко пошире. Ставим обратно на стартовую точку. Уже пофиг на эту известь, которую здесь потрачено было полбака. Полторы тысячи, по сути дела. Ну ладно, хрен с ней. Добавляем маршрут на пополнение. И со стартовой точки его запускаем. Давай, друг, все должно быть путем. И, кстати, в ролике то, что я вам говорил про мод Real Dirt Color, видите, он едет по извести, и у него белые шины. Вот так вот, собственно, это работает. Из контрактов, друзья, у нас остается только хлопочек, но я не буду пока запускать его в работу, поскольку что-то как-то получается, что если до хрена техники по курсплею у нас работает, то курсплея игра начинает беситься. Тюковщик наш, кстати, уже натюковал тюков, поэтому я предлагаю их собрать сейчас и отвезти уже в сарай, скажем так, первую партию, чтобы они не мешали, хотя они не катаются. Стоит специальный эмот, и показывается счетчик, боже, как это замечательно. И счетчик поддонов, видимо, тоже будет работать. Вот это прям радует, не хватало этого. Благо здесь совсем недалеко возить, и нужно нам вот на этот сарай, который у нас на базе, соответственно, находится. Это нам вот сюда вот высыпать надо, я так понимаю, да? Выделили здесь триггер какой-то. Ну-ка, давайте-ка попробуем, что у нас тут по кнопкам B, маркер позишн, это все понятно. Интересно, кстати, двигается он или нет. Нет, он не двигается, это тоже не очень хорошо. Да, их нужно выгружать именно сюда. 11% произведена доставка на поле 29%. Замечательно. Так, в общем-то, этого пацана можно оставлять пока что здесь. Пускай стоит, греется на солнышке. Нам примерно 10 прицепов нужно будет отвезти, но это меня не сильно беспокоит. Меня больше беспокоит 15-е поле. Там тюков будет, блин, намного больше. И возить их намного дальше. А мы возвращаемся на наше... Наше поле 7-е. Господи, какой-нибудь чумазый в этой извести весь. Ну вообще здорово с этим модом это все дело смотрится. Я вам предлагаю, чтобы не тратить время, а пустить пахать это поле. Потому что у нас есть трактор свой, есть плуг, джимпа или джумпа. Я предпочитаю, я, в общем-то, буду называть его джумпа. Так что погнали, запустим все это дело в работу. А видите, немножко проехались по полю. И это тоже сразу же моментом. Колеса белые. Круто, здорово, мне нравится. Соответственно, этого товарища тоже запускаем кататься по 7-му полю. Поворотная полоса по кругу давай 3 раза по часовой стрелке с разворотом. 4-4 метра. Ахать, ты, конечно, зараза будешь долго, да? Так, там товарищи Т5 пополняться известью. Да, извести надо, увы, много. Давайте-ка его пропустим. А ты, друг, иди паши со стартовой точки. А мы тогда поехали еще одну партию тюков. По-быстрому отвезем на сарай. Ага, недостаточно, в общем-то, оказалось. Ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Тем временем уже довольно-таки дохрена тюков у нас появилось. Я один прицепчик успел уже отвезти. Поэтому поехали, пособираем это все дело. Вы знаете, что я подумал? Я же вот специально решил не начинать с биогаза, чтобы силосом с этим не мучиться, с этими тюками, потому что уже достало. И чем я в итоге занимаюсь? Я опять вожу эти гребаные тюки. Все, я больше контракта на это дело брать не буду в ближайшее время. Это я вам обещаю. Хотя, может быть, все, да. Все может быть. А тем временем, кстати, у нас завершает работу и наша волковая жатка, которая 15-е поле. Боже, я не могу даже себе представить, что сейчас меня ждет. Затюковать эту всю фигню? Ну, честно говоря, вообще хрен с ним, не вопрос. Скорсплей поставил и все. А вот отвезти все эти гребаные тюки на сарай и их там, ну, продать и не, ну, в общем-то, доставить их туда. Вот это, ребята, будет просто боль. Твою мать, и я сбросил маршрут. Вот зачем я это сделал? Я вот ума не приложу. Ну, да ладно. Я думал, я по нему уже запущу трактор и все будет хорошо. Но, видимо, нет. В общем-то, как я уже говорил, что делаю в данной ситуации. В данной ситуации генерировать маршрут. Единственное, надо посмотреть, сколько ширина той гребаной волковой жатки. 14,8 метров. Соответственно, генерация маршрута, 15-е поле по кругу, 3 поворотных полосы, все как надо. Только рабочую ширину ставим 14,8 метра. И сгенерировать маршрут. И все, вот он точно такой же у нас получился. Ну, да, вот тут немножко может быть смещено, но и хрен с ним, если честно. Со стартовой точки запускаем этого товарища, и он сейчас начнет нам пулить тут квадратики. Он, кстати, довольно быстро это сделает, все. Собирает, кстати, нормально. Шикарно. Все, пускай делает. Он нам мешать не будет. Он там вроде как не должен нигде спотыкаться об уже готовой тюке. Хотя, кстати, да, во время разворота может случиться. Может быть, приехать забрать отсюда пару штук. Я имею в виду вот эти моменты, что если они будут лежать вот на этой полосе, он здесь будет ездить, разворачиваться и будет грустно. Ну, ладно, застрянет, мы приедем его спасать тогда. И, в общем-то, друзья, у нас оба тюковщика закончили работу. Все тюки с 29-го поля силосом я уже отвез. Вот этот прицеп, который у нас остался, это наши тюки. То есть, контракт уже выполнен. Это, скажем так, небольшой бонус для нас. Мы эти тюки, конечно же, тоже сейчас продадим. И получаем за это небольшой бонус в 12,5 тысяч. Очень кстати, между прочим, это сейчас. А впереди нас ждет небольшой трындец. Вот эту всю хрень, друзья, которую вы сейчас увидели, нужно отвезти. Причем перевезти нужно вот с этого вот 15-го поля через всю карту вот в этот сарай, насколько я понимаю. Нет, просто сарай, на базу. Но в любом случае сюда довольно-таки далеко ездить. Поэтому, друзья, я решил взять еще 4 зила в аренду и на фоллоу.ми по-быстрому это все перевезти, чтобы возить сразу по 100 тюков, а не по 20. Поэтому арендовать раз, арендовать два, арендовать три и арендовать четыре. И, соответственно, еще 4 прицепчика. Арендовать раз, арендовать два, арендовать три и арендовать четыре. Вот это все добро. Сейчас цепляем это все на фоллоу.ми и едем на 15-е поле. Субтитры подогнал «Симон»! Короче, сейчас, друзья, вот этими вот пятью зилами нужно собрать все эти тюки. Я думаю, что здесь их дохрена больше, чем 100. Хотя, вон, число спрессованных тюков 0 за сессию. Что-то обманывают они. Видимо, косплей не считается. Ну и ладно, в общем-то, поехали кататься и собирать все это дело. Субтитры подогнал «Симон»! Ну что у нас там? Есть еще место. А, только второй собирается, да? Хорошо. Примерно один ряд на один грузовик уходит. Так, смотрим еще. Что у нас тут? Ага, уже последний набирается. Ну, в общем-то, делаем последний круг и едем это все продавать. И, боже мой, ведь тут даже за один... Я не знаю, раз все равно пять придется ездить... Эх, вот я... Вот зачем я это сделал вообще? Так, ну что, смотрим. Все забиты, все забиты, да? Последний тоже. Да, и последний уже тоже давно забит. В общем-то, поехали это все возить на сарай. Ну что, вроде все доехали без приключений. Сейчас мы, получается, по одному будем снимать этих всех пацанов с Follow Me. Продавать их по одному. Ну, не продавать, а доставлять, в общем-то, разгружаться. Блин, это вообще нехорошо получилось. Вот так вот. 5% один прицеп. То бишь, это с учетом того, что там еще и покошено все. Ну, в общем-то, 20 прицепов надо отвезти. У нас их 5-4 раза надо будет съездить. Ну, ладно. Сейчас мы более точную картину увидим, когда всех пятерых разгрузим. 29%. 29% у нас занял один рейс. Ну, я думаю, 3 вряд ли будет, значит, будет 4. В общем-то, друзья, я это сделаю за кадром, потому что одно и то же какие-то перевозки я не буду, в общем-то, вас мурыжить. Так что... Итак, друзья, последняя партия тюков. На поле их больше нету, и у нас уже доставлено 86%. Сколько по времени это заняло, я, честно говоря, не засек. Можете отмотать на пару секунд назад и посмотреть, сколько времени было тогда, и сравнить, сколько времени сейчас. Давайте последнее, собственно, выгрузим это все дело и закончим и этот контракт. Итак, в общем-то, контракт закончен. И плюс еще 6 тысяч нам прилетело за какое-то количество тюков. Сзади у нас есть еще один прицеп, который мы тоже продаем как свое уже. И это нам приносит еще 8 тысяч. На этом, соответственно, работу вот эти пацаны заканчивают. И можно, в принципе, это все дело уже нахрен сдать. Тюковщик мы тоже сдаем, потому что он нам уже не нужен. Зил этот у нас в собственности, он у нас остается, он нам еще сегодня понадобится. Тем временем, уже достаточно давно закончили работу и вот эти вот самые пацаны. Поэтому надо дальше продолжить заниматься нашим полем. Оранжевый мы сейчас поставим все это дело удобрять, а зеленого сеять. Потому что сеять тоже надо. Сейчас нам нужно скинуть известь, которая у нас осталась. Мы это сделаем вот в этот вот карман, если можно его так назвать. В этот гараж, пускай там стоит. Потом будем посыпать известью в следующий раз что-либо. Заберем ее отсюда. А отсюда, соответственно, мы сейчас заберем удобрение. Вообще этих удобрений должно хватить на то, чтобы удобрить это поле. Но на всякий случай мы добавим маршрут на пополнение. Генерируем маршрут на удобрение 30-ти метровый на этот раз уже. Один проход у нас поворотной полосы будет всего. Этого вполне хватит. Добавляем маршрут поля 0.7 база и в настройках меняем известь на удобрение. Ну и все. Со стартовой точки можно этого товарища запускать. А зеленого сейчас поедем и заменим плуг на сеялку. Для сеялки мы генерируем маршрут на 3 поворотных полосы с разворотом. В общем-то все то же самое, как и для плуга у нас было. Единственное, но добавляем сюда, конечно же, поле 0.7 база, чтобы он заправлялся семенами. И со стартовой точки этого товарища запускаем. Сеять мы будем пшеницу. Ну и он, разумеется, сразу же поехал заправляться семенами. Потому что у него их нету. А этому пацану, судя по всему, должно хватить удобрений. Может быть не хватит самому малость. Он поедет тогда вообще целый прицеп, затарит, потратит на это 30 тысяч. Ну ладно, это все такое. У нас же, друзья, еще остался хлопочек. Марина Юрьевна владеет этим полем. Она попросила нас собрать хлопок. Поэтому давайте, собственно, его соберем. Для этого нужно сгенерировать опять-таки маршрутик. Он у нас будет по полю номер 4. Поворотная полоса давайте поставим по кругу. Три прохода против часовой стрелки. Углы у нас будут с разворотом. Поставим пропускать проходов. Три. Чтобы они не сталкивались вообще. Ну и совместная работа орудий. Два. Вот так вот. Генерируем маршрут. И вот так вот он замечательно выглядит. В общем-то все с ним хорошо. Сейчас вот этого товарища мы запускаем по левой полосе. И ставим автоколонна. Да. На самом деле можно, конечно... Слушайте, давайте запустим его просто со стартовой точки. Он сейчас в холостую. Тут немножко покатается. И хрен с ним. Вот так вот он по левой полосе поехал. И все. Пофигу. И нам нужно выставить еще второго комбайна. Для этого мы просто скопируем маршрут у модуль экспресс. Я так понимаю 209 метров он сейчас находится. Ставим его уже работать по правой полосе. Также добавляем его в автоколонну. Дистанция 100 метров. И со стартовой точки его тоже запускаем. Они, в общем-то, должны определиться, что они в колонии едут и не подъезжать друг к другу. А удобрений, кстати, хватит. Удобрений хватило. И даже еще раз потом удобрить вполне хватит этих удобрений. Уже заканчивается. Он очень быстро это поле удобрил. Потому что 30 метров поле маленькое. Шикардос. Прерываем маршрут. И даже не будем его сбрасывать на самом деле. Просто отгоним трактор в сторонку, чтобы он не мешал сеялке. Потому что как только сеялка посеет, нужно будет еще раз его запустить. Удобрений тут вот как раз хватает на один раз удобрить. В общем-то, друзья, у нас закончил работать трактор, который сеял поле. Там буквально полминуты осталось до того, как закончит работу уборка хлопка, ребятки. В общем-то, мы его отсюда убираем и можем запускать еще раз удобрение. Маршрут у нас здесь остался. Так что со стартовой точки просто его запускаем. Он у нас удобрит поле без проблем. Итак, друзья, у нас закончился посев и удобрение седьмого поля. Все у нас удобрено. Известь не нужна. Сорняков пока что нету. Вспахано. Все прекрасно. Контракты, друзья, я закончил. Там баганулся курс плей. Пришлось игру перезапускать. Я дебил забыл запись начать включить. Я, в общем-то, отвез тюки. На лишних тюках получилось еще плюс десять тысяч. Неплохо. Всего за контракты мы получили сто восемьдесят три тысячи евриков. Шестьдесят три тысячи у нас идет за проданные бабы, которые мы на стриме продали. Другое, если что, это у нас бак этих самых удобрений. Бак извести. Даже не один. И семена, которые мы сеяли. Вот это у нас платка другое. Было потрачено столько денег. Заработная плата, это все на фоллоу ми у меня ушло. Десять тысяч расходов на аренду техники, это понятно. Строительство, сейчас я вам покажу. Я лошара просто. И новая техника проданной техники, это... А, это мы, я случайно не тот прицеп купил и менял его обратно. Ну и новая техника, это ЗИЛ, разумеется. В общем-то, друзья, я же совсем забыл в первой серии. Почему мне никто не напомнил, что мы не купили себе песеля? Как без собаки нам можно вообще ферму не представлять себе? В общем-то, я вот сюда на входе впендюрил будку. Считаю, здесь есть самое место. Плюс, около каждой вот такой стеночки мы поставили по керхеру. Теперь можно вот так вот припарковать технику и нормально ее мыть. Она теперь всегда будет чистенькой и все с ней будет хорошо. Ну, я надеюсь, что я не буду забивать на это дело. И так оно на самом деле и будет. Плюс, вот сюда я поставил мастерскую. Пока нету в игре на карте, будет у нас своя стоковая. Соответственно, сюда подгоняем технику и чиним ее здесь. Или модифицируем, если понадобится. Ну и плюс, я, друзья, купил вот такую вот хреновину. Это заправочная бочка, чтобы можно было топливом заправлять наши трактора. Я ее уже за кадром, в общем-то, перегоню на базу. Всю технику расставлю, все подготовлю. За кадром у нас еще созреет урожай. Там взойдут сорняки еще, я их тоже за кадром пропалю в поле, уже хрен с ним. И в следующей серии, друзья, мы с вами купим уже зерновой сепаратор, который 95 тысяч стоит. То ли кредит возьмем, который я сегодня полностью погасил. То ли контракт какой-нибудь, не знаю, посмотрим. Может быть, стрим какой-то будет перед следующей серией. Я ничего не обещаю, может быть. А то будет потом. Ты же обещал, где стрим? Так что вот, я ничего не обещаю, может быть. В общем-то, друзья, давайте-ка соберем дохренища лайков. Мне, в принципе, понравилась активность, которая была под первой серией. Давайте продолжать в том же духе. Мне будет приятно. Я часов пять записывал эту серию, если что. Еще хрен знает, сколько буду ее монтировать. В общем-то, друзья, если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить серию. А также стримы у нас иногда бывают. Пишите ваши комментарии по поводу русской техники, пишите комментарии. Может быть, будет у нас полностью все. Не знаю, посмотрим. Я опять-таки ничего не обещаю, послушаю ваше мнение и что-нибудь придумаю. Так что, друзья, в общем, всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй, всем всего доброго, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok